Не знаю, как это у вас называется, а у нас Самара, Самарка. Для кого-то просто небольшая река на восточной окраине города, а для кого-то жизнь. Здесь и отдых, и работа, и друзья, и десятки самых разных историй, многие из которых давным-давно забылись, легли, так сказать, на дно, ушли вместе с людьми, которые когда-то целыми днями рыбачили на этой реке. А наш сегодняшний рассказ об одном из тех заядлых удильщиков. Ну что, клюет? А на мормышку не пробовали? Сказки рассказывайте! На берегу костер дымится, трещат в кустах коростели, и щуки начинают биться у переката на мели. Обычно рыболовы называют друг друга коротко. Петрович, Сергеич, а то и просто Саша, Миша. Хотя порой тому или иному Саше Миши за 60. А еще они любят давать прозвище. Хвастунишкам, которые на словах ловят больше, чем другие, и обязательно крупную рыбу. А самое крупнущее всегда уходит. То леску порвет, то крючок разогнет. Но есть и другие, которые не любят привирать. А наоборот, каждый раз жалуются. Плохие дела, очень плохие. Это в каком же смысле? А во всех смыслах. Рыбаков стало больше, чем рыбы. Куда это годится? Посмотришь, на берегу их полтыщи стоит. Это ведь не только здесь, но и во всех других местах. К таким рыбакам-вздыхальщикам принадлежал Иван Платоныч. Или попросту Платоныч, которого когда-то знала вся Самарка. Ох, Платоныч загибал пальцы на левой руке, считая водоемы, окружавшие город. Вот грязный затон, рождественская волошка, Готное, Татьянка, уйма водоемов. И везде тысячи рыбаков. Да уж, если охотников у нас 18 тысяч, то рыбаков раза в два или в три больше. Но только охотники-то все на учете. Имеют членский билет, потому что без него им не продадут никаких припасов. Рыбакам проще. Заходи в магазин, бери все, что надо. Лески, крючки, удилища. И отправляйся куда душе угодно. Разве это плохо? Спрашивали у Платоныча рыбаки. Что такого, если сидит человек с удочкой на бережке или на лодке? Платоныч на это ничего не отвечал. Только отводил взгляд и смотрел куда-то, где не было, казалось, ни одного такого рыболова. Хорошо, когда клюет, ох, клюет. Сердце радостно поет, ох, поет. Ну-ка, ну-ка, что за штука? Может, сом, а может, щука. Может, просто это лещь. Ну-ка, ну-ка, что за штука? Если лещь, это тоже, братцы, вещь. Плохо ли, говорите? Да будто и неплохо, но только и хорошего в этом тоже ничего нет. Если бы у нас были созданы все условия для рыбаков-любителей, я так думаю, каждый стал бы членом общества охотников и рыболовов. А у нас в зоомагазине даже и приманок нет, только у спекулянтов. Или взять такой вопрос. Сколько у нас развелось нарушителей правил любительского рыболовства. Уйма. И никому до этого дела нет. Встретил я одного такого рыбака в июне прошлого года. Так он, не стесняясь, своим уловом хвалился. Смотри-ка, говорит, больше пуда карасей наловил. Эх ты, говорю, и не стыдно тебе такую мелочь брать? Меньше пятака. Они бы через год-другой большими карасями выросли. А он, детсказь, мне под водой не видно. Крупная рыба берет или мелкая? Под водой, говорю, не видно. Зато над водой видно. Поймал мелкого, так пускай его обратно в озеро. Нечего природу обкрадывать. Ну, тут он, ты, мол, насчет обкрадывания полегче. А что полегче-то? Как ты его не назови, а дело это некрасивое. И таких хапук у нас хоть пруд пруди. Конечно, инспекция за всеми не усмотрит. Тут самим думать надо, как и что. И не допускать таких горя рыбаков до рыбной ловли. Сам Платоныч был большим консерватором в рыбацком деле. И не признавал никаких новых способов спортивного рыболовства. Ни мормышек, ни чего другого. И зимой, и летом рыбачил старыми, дедовскими способами. А когда рыбаки посмеивались над ним, то отвечал им так. Разве ж это рыбалка? Вот лет сорок назад была рыбалка. Тогда ни о каких мормышках или там о мотыле с опаршем никто и слышать не слышал. Ловили на червя и на хлеб. И рыбы было. О! А у нас в это время дела шли иначе. Вскоре после вылета подемки клев рыбы начался с новой силы. И тогда для меня наступили горячие денежки. С детства полюбил я увлекательную народную ловлю на кружки. Кружок плавучий жерлис с обычным жирцом для приманки. Когда хищник хватает живца, резко перевертывает кружок. Не чувствуя сопротивления, рыба спокойно заглатывает живца и свободно разматывает леску. Белая сторона кружка заметна издали. Я тут же спешу к нему. Сперва подберем слабину. Леска натягивается. Хорошо, что я сильно подсек. У судака очень жесткие челюсти. Из-за слабой подсечки в молодости я часто упускал желанную добычу. Вот мой 312-й судака. Дом этого судачины. Вылистым коряшники. Полоса помогает ему быть незаметным для жертв. Тяготея к старинным способам лова, Иван Платоныч был отлично осведомлен обо всех новинках. И знал уйму историй из жизни удильщиков. «Знавал я двух рыбаков», рассказывал он. «Отлили себе золотые и серебряные блесны. И думали уже, ну, держитесь, щуки-докуни, вам теперь от нас никуда не уйти». Вот приехали они на водоем. Зимой дело было. Пробурили лунку. Тряхнули своими золотыми блеснами. Нет ничего. В другой лунке, в третьей, опять ничего нет. Вот сели они на складные стульчики, закурили. И думку думают, отчего же на такие шикарные блесны рыб не ловится. А вдруг смотрят, идет баба с мешком да судильником. И прямо к ним. Нельзя ли, дескать, сынки в вашей лунке поблеснить? Мой старик сам рыбак. Да вот приболел малость. Ушиться захотел. Меня послал. Рыбаки смеются. Давай-давай, блесни в любой. Да только все не вылавливай. Нам оставь. Что ж ты думаешь? Опустила бабуся блесну в первую приглянувшуюся ей лунку, подергала минут пять, да и вытащила щуку кило на два. Подошла к другой лунке, там минут пять, десять посидела и достала другую, такую же, если не больше. У рыбаков весь смех пропал. Подбежали к бабусе, а та ворчит себе под нос. Дескать, не хотелось бы щук-то. Старик мой судачка больше любит. Ну да ладно, зимой и щука хороший вкус имеет. Сказки это, Платоныч, сомневались слушатели. Как есть сказки. Может и сказки, отвечал Платоныч. Да только умный человек и в сказках намек рассмотреть может. Земля слухами полнится, да дыма без огня не бывает. Рыбаки посмееблись, злая Платоныча любителям побасенок. Но никто из них не мог бы не согласиться с тем, что не все то золото, что блестит. И золотые блесны еще не гарантия хорошего улова. Успокоился. Ну а теперь на весла. Что же там в конце концов за Рыбина сидит? Какое чудище водяное. Редко не вознаграждается настоящее упорство и терпение страстного охотника-рыболова. Посвежевшие, бодрые вернутся наши друзья к своим делам и долго с волнением будут вспоминать эти дни, дни неповторимого рыбацкого счастья. На вопросы рыбаков, когда он будет осваивать мормышку, Платоныч отвечал так, как будто бы чувствовал в этих вопросах подвох. Тут торопиться нельзя. Мормышкой действовать не так-то просто. Для этого особое дрожание в руке иметь надо, как будто с похмелья. Да и не для того я хожу на рыбалку, чтобы наловить как можно больше рыбы. Природу я люблю. Вот в чем суть. Из Куйбышева Платоныч уехал на Урал к сыну и как в воду канул. Самарские рыболовы уже начали было забывать об этом любители дедовских способов рыбалки. Но вот кто-то из них получил от него письмо. Платоныч писал, что стал заядлым мормышечником, но очень скучает о Самарке и о Волге, где он ловил лучшую рыбу в своей жизни. На берегу костер дымится, уха рыбацкая кипит, а ветер дует, ветер злится и все торопится, бежит. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова